Серегина Настя из цикла «Украинские хроники». Клим Подкова. Статья за 24 февраля 2018 года. Пассажир в Ясиноватую. Куда? В Ясиноватую. Сергей сомнением посмотрел на женщину средних лет, державшую за руку девчушку лет 7. Клетчатая гастарбайтерская сумка, дешёвая китайская одежда, явно не из олигархов. Брать, не брать? Поездку уже можно было считать удачной. Пассажиры, которых он увёз из ДНР на подконтрольную Украине территорию, расплатили с ним щедро. Можно позволить себе ехать домой порожняком. К тому же, это какой крюк придётся давать? Сначала до Ясиноватой, и уж оттуда, в родной Донецк. Женщина, словно чувствуя его колебания, добавила «У меня в Ясиноватой мать. В гости к ней едем». Значит, местная не раз ездила. Случайности исключены. «Таксу знаете? Деньги есть? Документы?» Женщина торопливо закивала головой. «Всё есть. Четверть суммы платите здесь, остальное в Ясиноватой. Если на посту возникнут вопросы, разбирайтесь сами. Это ваши проблемы. Я жду 40 минут и уезжаю. Задаток не возвращается». «Согласны?» Женщина снова кивнула головой. «Да». Девочка подняла голову, и Сергей поразил её взгляд. Не детский, совсем не детский взгляд. «Хотоскрайник Сергей». Отец у Сергея умер рано, и они с матерью остались вдвоём в двухкомнатной квартире на окраине Донецка. Сергей выучился на шофёра, некоторое время работал на хозяина, потом поднакопил деньжат, призанял, купил себе машину, ласточку-кормилицу и ушёл на вольные хлеба. Переворот в Киеве встретила равнодушно. «Да мне пофигу, лишь бы работать не мешали». В апреле 2014 на улицах Донецка появились первые люди в камуфляже с автоматами на плечах. Увидев их, Сергей сразу подумал, что ничего хорошего военные не принесут, и однозначно решил для себя, «Это не моя война». Посторонним, если они начинали его донимать, отвечал, «Я на войну уйду, на кого мать брошу?» Мать он любил. Она ещё в советское время заработала инвалидность, и оставить её Серёга не мог. Уверенный, что без его поддержки она пропадёт. Когда линия соприкосновений между ВСУ и ВСН устоялась, Сергей приноровился возить через границу пассажиров и грузы. Мать, каждый раз провожая его тайком, крестила, а встречая плакала, «Бросил бы ты, Серёжа, эту работу, люди всякое рассказывают». Сергей отмахивался, «Слухам меньше верить надо, работа как работа», и мысленно добавлял, «Просто надо не жаться и отстёгивать, кому надо и сколько надо». Так они и жили. Он работал и мотался по аптекам, доставая лекарства для больной матери, а та провожала его, беспокоилась о нём, встречала и лишь иногда робко спрашивала, «Ну, когда семью заведёшь, ведь не мальчик уже, тридцатник скоро стукнет, внучат успеют опонянчить». «Успеешь, мам, успеешь», – успокаивал её Сергей, втайне планировавший для себя ещё лет пять холостяцкой жизни. Украинский блокпост Перед блокпостом несколько десятков машин выстроились в очередь, голова которой упиралась в шлагбаум. Сергей объехал стоявшие автомобили, остановил машину прямо напротив пограничника. Документы. Не оборачиваясь, Сергей протянул руку назад через плечо, не глядя взял поданные пассажиркой документы, накрыл их своим паспортом с вложенной в него купюрой, дававшей право на проезд без очереди, и поддал всё в окно автомобиля пограничнику. Тот привычным движением вынул банкноту, вернул Сергею его паспорт и направился с документами пассажиров в вагончик. Вернувшись, пограничник не отдал документы женщине, а наклонился к окну. «Будьте добры, пройдёмте со мной». «А что случилось?» В голосе пассажирки послышалась тревога. «Есть несколько вопросов. Необходимо уточнение. Девочку с собой возьмите». Через несколько минут женщина и девочка в сопровождении пограничника вышли из помещения поста. Женщина уткнулась лицом в стену вагончика. По её трясущимся плечам Сергей понял, что она плачет. Около неё стал пограничник с автоматом в положении на грудь. Серёга вышел из машины и направился в помещение КППВВ. КППВВ – контрольный пункт въезда-выезда. За столом сидел офицер СБУ, которого за упертость прозвали «Шлагбаум». Но Сергей знал, что «Шлагбаум» при правильном подходе открывается. «Привет, командир!» «Здорово!» – СБУшник пожал протянутую Сергеем руку. «Проблемы? У тебя никаких, можешь ехать, а они останутся здесь. А чего с ними не так?» «Всё не так. Пропуск!» – даётся сноска. «Пропуск для пересечения линии соприкосновения необходим специальный пропуск». «Пропуск не оформлен, и нотариально оформленного согласия от родителей на ребёнка нет». У Сергея непроизвольно возникли вопросы. «А она не мать!» «Тётка!» «Ещё вопросы?» «Да нет». Сергей вышел из вагончика, закурил, решительно направился к машине, вынул из багажника сумку, отнёс её к стоявшему вагончика к КПП женщине, поставил рядом. «Деньги есть?» Тихо спросил он, косясь на стоявшего неподалёку погранца. «Он не берёт!» – прошептала женщина. Сергей снова направился в вагончик. Выждал момент, когда пограничник вышел, и они с СБУшником остались наедине, Сергей навалился грудью на стойку. «Командир, давай решим вопрос. Что тебе за навар с этой девчонки?» «Ты не понял. Это тебе не короб сигарет. У этой соплячки родители в СИЗУ сидят по 110-й!» Статья 110 УК Украины. «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». «Там реально и сорока корячатся. И на тётку у нас информация имеется, так что даже не проси. К тому же, я уже наверх доложил. Сергей достал из кармана пачку дон-табак, щелчком пальца выбил сигарету. И что с ними будет? «Девчонку в детдом определим, а тётка под суд пойдёт. Похищение человека. Статья 146 УК Украины». «Какое похищение? У неё в ясиноватый бабка!» «А вот это уже не твоего ума дело. И давай дуй с поста, а то и у тебя проблемы будут». Прорыв. Сергей вышел из вагончика, сел в машину, положил руки на руль. «Пограничный шлагбаум. Тьфу. Он сам привозил на пост алюминиевые трубы, из которых погранцы сварили лёгкий шлагбаум и заменили им прежний, тяжёлый, стальной. Далее лежачий полицейский. Ласточка выдержит. БТР, пока погранцы до него добегут, пока запрыгнут в него. И не факт, что среди них действительно есть пулемётчик. Могут открыть огонь из автоматов. Но это ещё тесные пера, да и банку они с утра наверняка раздавить успели. «Главное, выиграть первый несколько секунд и уйти как можно дальше от блокпоста. На дальнее расстояние укрой огонь открывать побоятся. Ополченцы могут начать палить в ответ». Он взял лежавший на переднем сиденье термос с кофе, вышел из машины и направился к женщине. Та сидела на сумке с потерянным видом. «Куда?» – лениво спросил его пограничник. «Кофе дам женщине. Кто знает, сколько вы их тут мариновать будете. Можно же?» «Валяй». Сергей присел возле женщины на корточке, начал медленно наливать кофе в крышечку и зашептал. «Попроситесь в туалет. Когда будете идти обратно, прыгайте ко мне в машину. Двери будут открыты. Рискнёте?» «Он, – женщина показала глазами на конвоира, – будет стрелять. Второго шанса не будет. Вам грозит тюрьма. Девочки, детдом. Решайте». Сергей поднялся, сел обратно в машину. В зеркало он увидел, как женщина о чём-то начала говорить с солдатом. Тот кивнул головой, и все трое направились к сортиру. Вот женщина и девочка скрылись за его дверью. Пограничник стал у входа. Сергей дотянулся до дверной ручки и медленно потянул её на себя. Задняя дверь с тихим щелчком открылась. Прошло несколько минут. Женщина с девочкой вышли из нужника. Сергей повернул ключ зажигания. «Ну, ласточка, не подведи!» Мотор тихо заурчал. Все трое медленно шли в направлении КПП. Когда они поравнялись с машиной, женщина обернулась, бросилась на конвоира и повисла на его автомате. «Езжайте! Езжайте!» – кричала она. «Езжайте!» Девчушка кинулась к машине, быстро открыла дверь и прыгнула на заднее сиденье. Сергей утопил педаль газа в пол и машина рванула с места. Удар! Шлагбаум распахнулся. Ласточка подпрыгнула на полосе искусственной неровности. «Эх, капец подвески!» В зеркало Сергей увидел, как стоявший у шлагбаума пограничник вскинул автомат и прижал его к плечу. «На пол!» – закричал он, не оборачиваясь. «Падай на пол!» – девчушка упала на пол и накрыла голову руками. Сергей крутанул руль резко влево, потом резко вправо. Сзади застучали выстрелы. Пуля пробила заднее стекло и тюкнула в лежащий на панели мобильник. Сергей ехал в Ясиноватую. Позади остался блокпост ополченцев, тяжелый разговор со старшим сменой по прозвищу Кортес. «Не положено!» – и его Сереге крик. «Так что мне обратно ее к укропам везти?» – все решил тихий голос девчушки. «Дяденька-солдат, мне к бабушке весиноватую!» И ее взгляд совсем не детский. И Кортес сломался. «Езжайте, но смотри, Серега, если что!» «Ты меня что, за подонка держишь?» Пока ласточка шустро наматывала километры, Сергей скорбно размышлял. «Да, работа на него накрылась. Больше ему на посту появляться нельзя. И на других тоже наверняка ориентировку на него передали по всей линии разграничения. Теперь для него по ту сторону границы земли нет. Ну и черт с ней с работой. Найдет новую. Не пропадет!» За окном мелькнул указатель. «Есиноватая!» «Ну, Кроха, скоро будешь дома!» – улыбнулся Сергей в зеркало своей пассажирки. «Есиноватая!» «Вот здесь, за поворотом!» Девочка прижалась к спинке переднего сидения, и Сергей впервые услышал в ее голосе живые нотки. «Вот за этим поворотом бабушкин дом!» Дома не было. За невысоким каменным забором стояло то, что ранее было домом. Девочка вышла из машины, подошла к воротам и толкнула пробитую осколками калитку. Сергей обратился к шедшей мимо женщине. «Когда?» «Сегодня утром. А хозяйка?» «Увезли в морг». Девочка стояла у единственной оставшейся стены и смотрела на висевшую на стене чудом сохранившуюся фотографию в рамке. Под цветущим деревом две молодые женщины обнимали сидевшую между ними старушку. Все трое весело смотрели в объектив фотоаппарата. В одной из женщин Сергей узнал оставшуюся на блокпосту пассажирку. «Мама, тетя Вера и бабушка Люба», – сказала девчушка. Сергей снял фотографию. «Поехали. Больше им нечего было здесь делать». Донецк. Фары высвечивали дорогу. Машина приближалась к Донецку. А Сергей все еще не знал, куда они едут. Куда везти девчушку? В милицию? В городскую администрацию? Или сразу в детдом? Он оглянулся. Кроха сидела на заднем сиденье, прижимая к груди фотографию в рамке. Единственное, что осталось у него от прежней жизни. Сергей вдруг подумал, что, несмотря на все страшные события, которые пришлось пережить его маленькой пассажирке, он за весь день не видел на ее лице ни слезинки. И вспомнил ее совсем не детский взгляд. Что же успела пережить эта девчушка, если к своим семи годам уже выплакала все свои слезы? «Эй, Кроха!» Наигранно весело спросил он. «А зовут тебя как?» «Настя». «А фамилия?» «Фамилия у тебя есть?» Ответ прозвучал для Сереги громом. «Я Серегина». «Серегина Настя». «Ну вот тебе и ответ», подумал Сергей. Сама судьба указывала ему, куда ехать. Сергей аккуратно открыл дверь и, стараясь не шуметь, вошел в квартиру. Вспыхнувший свет ударил в глаза. «Сережа!» В голосе матери слышались мука и боль. «Я тебе звоню, звоню, а ты не откликаешься». «Мобильник потерял». Женщина молча смотрела на стоявшего в дверях сына, державшего за руку незнакомую девочку. Серега кашлянул. «Мам, ты вот все о внучке говорил, так вот это Настя». «Здравствуйте», – тихо сказала девочка. Клип от Кова Серегина Настя из цикла «Украинские хроники». «Казано nas», – тихо сказала например Настя из цикла «Украинские Fen